Ну что, карасики, готовы? Тогда, как говорится, без прелюдии и лишних трений начнём бомбить кремлёвскую пропаганду. Здравствуйте. Когда на прошлой неделе боевики прямо перед Совбезом ООН пошли в атаку на позиции ВСУ... Ой, Даня, давай отойдём. Тихо, тихо. О, всё, пошёл, Дэн. Давай отойдём, сынок. Пошёл. Сейчас. Отойди, пожалуйста. Да ну сейчас, стой, ну, стой. Лично у нас не было сомнений, что на выходных будет феерия жалких отмазок и настойчивые попытки назвать белое-чёрное. Несмотря на достигнутые договорённости о прекращении огня, вооружённые формирования Украины продолжают нарушать действующий режим тишины. Но надо признать, что даже в самых смелых фантазиях сложно было предположить настолько нереальную Геббельсовщину. Значит, такой интенсивности обстрелов не было давненько, прямо очень давно. Итак, 18 февраля 2020 года. На первом канале России выходит болталка, где типа эксперты обсуждают обострение на Донбассе. Это был артиллерийский удар в одном месте, чтобы сделать отвлекающий манёвр. Украинская диверсионная группа проникла в другом месте. В какой-то момент к дискуссии присоединяется и обладатель почётного титула «Лучшая чёлка Луганды». Браво и морочка с позывным «ЛСД». Андрей Марочка у нас на этом, например, сайт. Андрей Марочку, Марочку. На секундочку, этот товарищ не просто какой-то там случайный хрен с бугра. Нет. Он до недавнего времени был официальным спикером народной милиции святой Луганды. Но давайте же послушаем, пацана. Сразу же хочу вам объяснить. Объясните, да, потому что я не понимаю, что там. Это действительно ответный огонь. В прямом эфире на всю Россию он комментирует видео на экране и признаёт – стреляют боевики. Честь и хвала нашим военнослужащим народной милиции, которые открыли ответный огонь. Слава-морочка подтверждают и военкоры боевиков. Мол, слава Новороссии летит ответка по украм. Обострения нет, просто ответили как надо. Но проходит каких-то пару дней. В выходные луганское же телевидение выпускает итоговый выпуск новостей. Людям показывают всё те же кадры обстрела. Но вы просто послушайте закадровый текст. На кадрах, снятых её сыном, через их многоэтажку перелетают украинские снаряды. Они приземлялись в Донецком и Голубовском. Так вот оно чё, Михалыч, укра-СМИ врали, верно? Украинские СМИ тут же стали писать. Якобы боевики открыли огонь по своей же территории. Ой, ну тогда срочно хватайте морочка и бросайте опасного на подвал. Или вы думали, что вот это все забыли? Объясните, да, потому что я не понимаю, что там... Это действительно ответный огонь. Друзья, мы даже не поленимся встык подставить, чтобы все увидели, насколько бесталанные эти пропагандисты. Через их многоэтажку перелетают украинские снаряды. Украинские снаряды. Это действительно ответный огонь. Причём это касается не только луганского, но и донецкого филиала. Иногда даже складывается впечатление, что пацаны соревнуются, кто из них тупее и чей зашквар круче. Если вы уже переварили бравого майора ЛСД, то вот вам свежий ответ от младшего, но весьма бойкого сотрудника Донецкого монастерства галлюцинаций. Боевик 128-й отдельной горно-штурмовой бригады вооружённых формирований Украины во время передвижения между позициями подорвался на мине. Командир 128-й бригады Коростылёв отложил вышестоящий штаб от получения ранений военнослужащим в результате обстрела. На первый взгляд ничего нового корчить из себя все знают, новоросы любили всегда. А потешная разведка ДНРы ещё со времён старины Басурина стала притчей воязыце. Потом-то наши разведки. Боевики состава 4-й бригады Насгвардии Украины не смогли удержаться, вытавтав свастику на дороге. В район захвачен имя жилых домов. Самодель святилища языческому полу перернули. Бабушка завернула тормозок в местную газету. Они заставляли бабушку эту газету съесть. Телегуешь как? Населённый бутылок в Краснодарский. Планируется установка оборудования с излучением СВ ЧАПО. Ну, в общем, вы поняли. Вот и в этот раз новоросские разведчики настолько разведчики, что они убогие тупо не в курсе. Упомянутый полковник погиб и был похоронен ещё в ноябре прошлого года. В Харківском шпитале помер командир 128-й гирсько-штормовой бригады Евген Коростельёв. Минулой среды офицер подорвался на Вибухівце, на Донеччине. Но тупоголового Димочку Астрахани это нисколько не смущает. Командир 128-й гирсько-штормовой бригады Евген Коростельёв должен быть в шестящий штаб получение ранений военнослужащим в результате обстрела. У Харківському шпитале помер командир 128-й гирсько-штормовой бригады Евген Коростельёв. Это два примера всего лишь за одну неделю прямо говорящих о днищном уровне новостей и пропаганды по ту сторону линии соприкосновения. И стоит ли удивляться тому, что при таком подходе к информационной политике у простых людей реально едет крыша? Где Руслан Томаев? В ЛНР похищен гражданин Российской Федерации. Нацик Руслан в ЛНР воевал. Всё хорошо, но попал на подвал. Зиги в России кидают толпой, чтоб не частями вернулся домой. Уже более двух месяцев с Русланом нет никакой связи. Мы знаем о многих сотнях фактов незаконного задержания под стражей лиц без предъявления обвинений. Казалось бы, ничего нового. Классический секс жабы и гадюки. Нацист из России, георгиевская ленточка, разборки подвал. Но мы сейчас говорим о пропаганде, а чудаки накрутили себя настолько, что на полном серьёзе переживают, как бы упал членца Руслана, свои же духовные братья по оружию не сдали на органы. Особенное беспокойство вызывает фактор наличия в городе Луганске частной клиники по трансплантации органов, где пропадают ноги ребята, приехавшие в регион для его защиты. Как говорится, послужил Руслан Отечеству. А теперь пусть и почки его послужат. Ну а если серьёзно, то это ещё один весьма показательный пример жизни в русском мире. С фейками, страшилками и, конечно же, пафосным обезьянничеством. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин открыл год Великой Победы в республике. Мы угорали всей базой НАТО, глядя, как глава всея ДНР Деня Пушилин вслед за руководством РФ гордо объявил 2020 год Годом Победы. 2020 год ДНР объявляется Годом Великой Победы. И всё бы ничего, только с начала года прошло уже целых два месяца. Вон календарь на стене специально для придурков висит. Вот и думай теперь, то ли революционер-мародёр Чапушила тормозной жидкости по ошибке выпил, то ли январь и февраль для всяких фашистов и украдиверсантов были. Может быть, почтовая лошадь, которая ввезла приказ, охромела и два месяца телепалась под бескрайним простором России. А может быть, про них забыли. Ширин объявил о том, что 2020 год будет Годом Победы, просто посмотрев русский телевизор и увидев, что, а мы, понимаешь, пробуксовываем. С другой стороны, нельзя не отметить старательности креатив новоросов. Да, обезьянничают шельмы, но при этом всячески стараются выслушаться и не ударить в грязь лицом перед московскими хозяевами. Сегодня мы отмечаем всенародный праздник. День защитника Отечества. Я вас поздравляю. О, вы бы видели, с какой помпой в народных недореспубликах отмечали 23 февраля. Это ж просто 9 мая, но на полшишечки. До дедов на палке дело, конечно, пока не дошло, но парады уже имеются. Из всего действа лично нам очень запомнились две вещи. Ну, во-первых, диверсионная группа, задача которой за 5 секунд спи-с, коммунизить в тылу половину машин. Горочайшие сроки выставляют оригинальную операцию. После чего героически толкнуть её на ОЛХ и принести кэш в молодую недореспублику. Но если вы думаете, что на этом коварство армии ЛНР и заканчивается, значит, вы ещё не видели главного. Боевую Камасутру. Исположение мужа. От обычной Камасутры она отличается тем, что действие обязательно происходит на ящике с боеприпасами. Задранные ноги вверх как бы говорят о том, что ополченец готов к грубому уничтожению фашистской хунты. А вот поза на Баку, напротив, ненавязчиво даёт понять однополчанину, что сегодня будет лёгкое и нежное наступление с последующим взятием ртом Киева. Но тут есть одно важное замечание. Саниматься боевой Камасутрой строго запрещено в празднике. А всё потому, что народные руководители младых недореспублик устраивают шоу из серии «Хто выше бьет, то и краще грае». Правда, в недоросском случае точнее будет не выше, а громче. Иначе чем объяснить вот такое чудесное поздравление дончан и луганчан с Днём Советской Армии? Салют по-донецки из *** гаубиц, чтобы весь город обо***лся. Чтобы вы понимали, я реально уже подумал, что всё, привет 2014 год. Да-да, вы всё верно поняли. Отморозки особо не заморачиваясь, предупреждением своих же граждан и в нарушении Минска подтянули Д-30-е гаубицы в жилые кварталы и со всей дури лупашили типа праздничный салют. Подобную феерию идиотизма устроили и в Святой Луганде. Взрывы были такой силы, что мирные жители срочно озаботились количеством туалетной бумаги в доме. А в здании Луганского цирка повылетали стёкла. Представляете, это от салюта взрывной волной. Долбануло, но это ещё не было. И хоть стёкла повылетали в Луганском цирке, но реальные клоуны обитают вовсе не там. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто посмотреть местные новости. Где сожравшаяся типа главы недореспублик манят себя вершителями судя. Где люди перечат себе же, оживляют мёртвых, сдают друг друга на органы и устраивают позорное шоу с задранными ногами.